ну что друзья буквально пару часов назад мы с вами поговорили коротко о функциональном тренинге о том что не существует на самом деле функционального тренинга через призму того как это воспринимается как это преподносится точно так же как не существует общей выносливости есть только локальная выносливость из которой и получается уже составная общая выносливость точно так же и функциональный тренинг чтобы развиваться грамотно полноценно всесторонне необходимо развивать все пять качеств я уже говорил это сила выносливость скорость координация и гибкость они все тренируются разными способами и поэтому говорить о функциональном тренинге как о какой-то одной программе бессмысленно ну и безграмотному самом деле если вы хотите оставаться функциональным что вообще за слово такое функционально то есть чтобы их и ваши мышцы сухожилия связки несли ту функцию которой они в принципе и созданы для чего нужны мышцы для того чтобы перемещаться в пространстве двигать костями что такое сухожилия друзья сухожилия это соединение мышц с костями что такое связки связки это соединение костей между собой поэтому все это важно очень понимать особенно тренеру инструктору что нужно понимать нам что нужно знать для того чтобы оставаться функциональным нужно во-первых давать себе физическую нагрузку обязательно мышцам нужно давать физическую нагрузку особенно в наш век когда мы все постоянно сидим в офисе в машине в маршрутке в автобусе неважно где в самолете постоянно постоянно сидим мышцы атрофируются спазмируются кстати от того что вы дадите мышцу мышцы сверх нагрузку не факт что она спазмируется но если вы не даете мышцам нагрузки то происходят спазмы происходят проблемы уже с позвоночником с осанкой совсем когда мы тренируем мышцы особенно с отягощениями и даем им действительно хорошую нагрузку прогрессирующую нагрузку мышцы сокращаются мышцы укорачиваются вот что такое крепатура да приятно чувствовать после тренировки что ты наполнен что ты такой немножко закрепощенный но друзья если не давать не приводить мышцу в ее изначальное расслабленное растянутое состояние а как это делать с помощью ежевечерней растяжки то мышца действительно со временем может укоротиться и уже привычная для нее ранее нагрузка может и обязательно приведет к травме вот почему я постоянно пишу вам так подробно все о крепатуре фазических тонических мышцах о том о чем почему-то никто вообще даже не заикается а самое первое что должен знать любой инструктор да и вообще человек который занимается ради сохранения и улучшения своего здоровья это по классификации мышц именно на фазические и тонические я уверен большинство из вас даже не слышали об этом открывайте современные атласы спортивной анатомии и изучайте это везде на первых местах на первых страницах преподносится именно для того и именно потому что это очень и очень важно для сохранения и улучшения здоровья об этом нужно всегда помнить каждый вечер прогуливайтесь растягивайтесь это убережет вас от крепатуры и это сохранит вам гибкость ни в коем случае не занимайтесь йогой если она практикуется как переразгибания в суставах чрезмерные переразгибания в суставах это будет вам вредить это кстати вредит абсолютному большинству больше всего страдающих именно различными проблемами с сухожилиями со связками с мышцами это йоги и бегуны как это ни странно но понимающего знающего человека это не странно это естественно поэтому хотите оставаться функциональным развивайте целенаправленно все пять качеств необходимо работать и на силу необходимо работать и на выносливость и на скорость и на координацию и на гибкость поверьте уж мне человеку который весит под 120 килограмм при этом является хоккейным вратарем мне как никому важна гибкость координация скорость перемещения и когда люди говорят что железо закрепощает это и правда и неправда закрепощает тупость точно так же как и к травмам приводят глупость необразованность к сожалению современный фитнес это бизнес я вам уже не раз об этом говорил который заточен именно на получение прибыли и именно современная фитнес бизнес индустрия рождает вот эту кучу кучу нелепой ереси мифов которые и приводят нас с вами к проблемам лучше всего друзья самому быть образованным читать нужные важные книги кстати у меня вышло уже две книги одна отдельно для парней другая отдельно для девчонок если вы инструктор если вы хотите стать инструктором если вы просто тренируетесь для себя обязательно приобретите эти книги они как раз таки и написаны через призму через отсечение всех этих мифов как грамотно начать тренироваться как тренироваться на среднем уровне приобретая эти книги вы получаете себе программы тренировок питания и знаний на первые минимум два года поверьте вы скажете спасибо мне за ту информацию которую я в них предоставил это мой личный и не только опыт практический накопленный более чем за 25 лет и конечно же немного теории но не забывайте что теория без практики это гниющий труп так что друзья развиваемся прогрессируем изучаем необходимую литературу и тогда у нас у всех будет и здоровье и сила и красота и все то чего мы хотим и на этом пути самое главное мы будем постоянно самообразовываться развиваться не только физически умственно надеюсь и духовно и большинство из нас сможет понимать то что делает а это очень важно особенно повторюсь если мы берем на себя такую ответственность и смелость как тренировка других людей особенно подрастающего поколения главное не навредить делитесь моими роликами друзья в сети особенно если считаете что я делаю полезное дело это лучшая благодарность и помощь кстати каналу ставьте лайки дизлайки не важно важно чтобы вы в комментариях написали с чем вы согласны с чем вы не согласны обязательно предлагайте темы на которые бы вы хотели подискутировать или послушать меня просто в прямом эфире потому что многие критикуют меня за то что я говорю очень много о том о чем говорил раньше но друзья критикуйте себя вы ведь присылаете вопросы по тысячу раз один и тот же вопрос лень просто полистать у меня на канале почти тысячу видео роликов поверьте есть ответы на абсолютно все вопросы плюс статьи на сайте не ленитесь читайте изучайте это все бесплатно обязательно приобретите мои книги каждая книга стоит всего 25 баксов это не дорого очень правильнее сказать это доступно за ту информацию которую вы получите прочитав эти книги ну что увидимся как всегда в тренажерном зале пойду поем всем хорошей недели трудовой